В прошлый раз мы говорили о логике предикатов, мы обсудили общезначимые, выполнимые и эквивалентные друг другу формулы, также мы обсудили что-то такое тавтология, то есть ситуацию, когда формула общезначима просто в силу таблиц истинности, как, например, формула не фи или фи, то есть какая бы ни была структура, оценка и прочее, просто в силу свойств дизюнкции и отрицания, такая формула является общезначимой, но также мы поняли, что вовсе не все общезначимые формулы возникают таким путем. Давайте поговорим как раз о свойствах квантеров, эти свойства во многом улавливаются, содержатся, так сказать, в так называемых основных эквивалентностях, сами по себе эти основные эквивалентности очень полезны на практике и часто встречаются в формальных или даже не очень формальных доказательствах, мы с ними не раз встречались. Итак, давайте посмотрим, какие у нас имеются эквивалентности для формул первого порядка. Ну, во-первых, свойства отрицания давайте запишем. Значит, вот если, например, я возьму не для любого х фи, как вы считаете, чему это эквивалентно? Существует такой х... Что фи ве? Ложно. Да. Неверно, что существует х со свойством фи. Наоборот. Для любого х фи ложно. Так, что еще? Вторая группа. Вторая группа говорит нам, что квантер, значит, коммутирует с дружественной ему связкой. Ну, как это понятие? Какая связка дружественна квантеру? Ну, квантер и всеобщность – это, по сути дела, большая конъюнкция, что утверждение верно для всех элементов нашей структуры. Может быть, такая бесконечная конъюнкция. В общем, количество конъюнктов в ней, по сути дела, равно мощности носителя нашей структуры. Вот такая штука. И поэтому совершенно ожидаемо, что квантер всеобщности коммутируется конъюнкцией. Для всех х верно фи и пси тогда и только тогда, когда для всех х верно фи и для всех х верно пси. Совершенно аналогично. А квантер существования – это большая дизюнкция. Когда существует х с каким-то свойством. Когда хоть какой-нибудь из элементов нашей структуры ему удовлетворяет. Соответственно, квантер существования коммутируется с дизюнкцией. Ну и третья группа свойств наиболее интересных. Здесь у нас будет некоторое условие. Вот представьте себе, что х не является свободной переменной формулой пси. То есть это наш формальный синтаксический способ сказать, что свойство пси не зависит от х. Вот если оно не зависит от х, мы можем квантер вынести. Давайте рассмотрим такую штуку. Для любого х фи и пси. Все х четные, ну или там, я не знаю, все х каким-то свойством обладают, там, голубые и сегодня хорошая погода. Чему это эквивалентно? Тому, что для каждого х верно, что он голубой и сегодня хорошая погода. Совершенно то же самое происходит с квантером существования и конъюнкцией. Несмотря на то, что конъюнкция как бы не является дружественной квантером существования. Но благодаря тому, что у нас здесь нет зависимости от х в пси, такое работает. Дизъюнкция. Для любого х фи или пси. Эквивалентно тому, что для любого х выполняется фи или пси. И пункт Г. Для любого... Значит, ну да. Существует х фи или пси эквивалентно тому, что существует х, для которого верно, фи или пси. Так, ну что скажете про эти эквивалентности? Кажутся ли они вам интуитивно достоверными? Ну, кажется, да. Давайте какой-нибудь из них проверим. Ну, несколько. Какие? Не все. Сама по себе эта проверка, она достаточно странное ощущение оставляет. Потому что, как мы знаем, мы ведь квантер всеобщности определяли через квантер всеобщности. Если мы вспомним определение, то когда при оценке х, при оценке пи истинно такая формула? Ну, тогда и только тогда, когда для любого элемента структуры, если оценку пи вот изменить именно в иксе на этот элемент структуры, то формула фи будет истина. То есть, квантер существования формальный определяется через квантер существования такой содержательный. Это называется как бы дефлеционистское определение истины. Когда истина, что идет снег? Когда идет снег? Вот примерно так. Но, конечно, никакого определения квантера при этом не происходит. Как, например, не происходит определение понятия и, когда мы говорим, что конъюнкция истина тогда и только тогда, когда первый конъюнкт истины и второй конъюнкт истины. Мы лишь связываем наше формальное и интуитивное понимание. Согласны? Да. Тем не менее, давайте что-нибудь проверим. На ваш выбор. Что вы хотите? Ну, давайте А проверим. Какое А? Везде А. Ну, вот это А неинтересно. Ну, давайте 1А проверим. Например. Так, 1А. Ну, хорошо. Все это связано с определенными подсчетами. Мы с вами фиксируем какой-то М и П, структуру и оценку. И смотрим, одинаково ли значение этих формул или нет. Я не буду индекс М писать, потому что все происходит в М. Я вот этот индекс не буду писать. Значит, когда же эта штука равняется единице? Ну, очень хорошо. По свойствам, по определению истинности отрицания, тогда и только тогда, когда вот такая формула принимает значение 0. Ну, а что значит, что она принимает значение 0? Значит, ну, неправда, что она принимает значение единица. То есть, неверно. Вот мы сейчас сделаем то же самое, неформальное. Неверно, что для каждого элемента нашей структуры у нас значение φ при модифицированной оценке равно единице. Согласны? Да. Сделаем важное наблюдение. У нас М является не пустой структурой. Ну, давайте подумаем, насколько это важно. Значит, ну, это даже здесь не требуется. То есть, такая эквивалентность, она проходит и для пустых структур. Ну, смотрите, неверно, что для каждого элемента из А и каждого элемента из М что-то выполняется. Но это означает, что существует такой элемент из носителя нашей структуры, для которого это бы не выполнялось. Но вы скажете, а если бы, например, это не относится к нашему определению, у нас все структуры не пустые. Но просто из любопытства, если бы у нас была другая логика, допускались бы пустые структуры. Значит, если бы у нас с вами было бы неверно, что для всех А из пустого множества что-то верно. Вообще так бывает? Нет. Для всех элементов пустого множества верно все что угодно. Согласна? Да. Сталкивались с таким? Это называется векио струс. Для всех элементов... Нынешний король Франции лыс. Любой член множества нынешних королей Франции лыс, потому что нету ныне там короля. То есть, на самом деле, если бы М было бы пустым, то вообще не могло бы быть, что для любого А, принадлежащего пустому множеству, что-то там неверно. Такое было бы всегда верно. А раз оно неверно, значит, у вас что-то есть. Но мы ограничимся тем случаем, когда у нас М все-таки не пустые. Так было по нашему определению. Если бы мы сняли это требование, логика бы изменилась. У нас пропала бы общезначимость вот такой формулы. Если для всех, то существует. А мы не хотим. Мы хотим, чтобы она сохранялась. Кстати, тем самым мы показываем, что вот из этой эквивалентности не следует общезначимость такой формулы. Так. Ну, хорошо. Существует А вот с таким свойством. Ну, то есть, что это значит? Это значит, что существует такое А, что здесь у нас будет 0. Ну, то есть, по определению, это значит, что существует такое А, что нефи при оценке pi х примет значение 1. Значит, формула существует х нефи при исходной оценке pi примет значение 1. Согласна? Так, давайте еще что-нибудь проверим. Ну, может, проверим, например, 3B или 3V. Давайте 3B. Давайте 3B. Значит, давайте сначала неформально посмотрим на него. Значит, ну что здесь сказано? Во-первых, мы знаем, что у нас ПСИ не зависит от Х. И в какой-то момент нам надо будет этим воспользоваться. Мы хотим узнать, вот такая вот формула. Есть Х, который является голубым, или сегодня хорошая погода. Значит, эквивалентно ли это тому, что есть такой Х, для которого верно, что он голубой, или верно для него, что сегодня хорошая погода. Только там не Иль, естественно, а И, потому что, как сказать, недружественная связка квантура существования – это конъюнкция. Вот, ну, тем более. Это потруднее, вроде бы, доказать. Так, ну, хорошо. Давайте смотреть, что здесь будет. Опять, как обычно, мы фиксируем некую структуру и некую оценку. И мы хотим доказать, что значения этих формул одинаковые. Так, когда же значение такой штуки при оценке ПИ будет единицей? Ну, по определению истинности формулы. Тогда и только тогда, когда значение нашей экзистенциальной формулы единица И, как видите, И определяется через И. Только формальное И через неформальное. Значит, вот когда такое свойство верно. Правильно? Да. Так, ну, это что значит? Это значит, что существует... Я даже словами напишу, чтобы подчеркнуть, что это такой наш неформальный квантер. Существует А принадлежащим такое, что значение ФИ при модифицированной оценке будет один. И с другой стороны у нас значение ПСИ при оценке ПИ, оно тоже один. Такс. Хорошо. Но что мы сделаем? Мы теперь заметим, что вот эта вот штука, она же не зависит от А. Это утверждение. Согласна? Да. Понимаете, существует А, для которого что-то верно. И еще верно что-то еще, что от А не зависит. Ну, значит, выходит, что существует такое А из М, такое, что у нас вот это свойство верно, зависящее от А, и верно еще такое свойство, которое от А не зависит. Я проделал ту же самую операцию выноса квантера, но на неформальном уровне. Согласна? Да. А теперь что я делаю? А теперь я пользуюсь тем, что значение формулы зависит только от значения, от того, как оценка оценивает те переменные, которые там есть. Значение Пси при оценке Пи будет равно значению Пси при оценке Пи, модифицированной в точке Х, какая бы ни была А. Почему? Ну, потому что раз у нас Пси не зависит от Х, то для любого У, от которого Пси зависит, у нас вот эти две оценки, модифицированные и исходные, они совпадают. Согласна? Они одинаково оценивают все переменные, от которых Пси зависит, ну, потому что они различаются только в Х, от Х она не зависит. Согласна? Справедливо? Справедливо. Ну, значит, раз вот эти значения, они одинаковы для любого А, то получается, что наше утверждение эквивалентно тому, что существует А из М, такое, что, значит, вот тут вот у нас будет единица, и значение Пси при той же самой модифицированной оценке будет единица. То есть, дальше уже просто пользуясь определением, мы видим, что это означает, что конъюнкция Фи и Пси при модифицированной оценке примет значение 1, то есть вот такая вот формула при исходной оценке примет значение 1. Согласна? Согласна. Вот и все основные эквивалентности. Как? Что вы имеете сказать об этом? Остальные устанавливаются подобным же образом. Интересно, а что же делать с импликацией? Ну, на самом деле, нам не нужно отдельно что-то доказывать для импликации, мы получим результат вот из этих эквивалентностей и свойства конгруентности нашей эквивалентности. Вы помните, что такое конгруентность? Ну, вот если Фи эквивалентна Фи штрих, то тогда Фи, например, дизъюнкция Пси эквивалентна чему? Фи штрих, дизъюнкция Пси. То есть они ведут себя одинаково. Можно формулу в любой вот такой вот формуле, можно под формулу заменить на эквивалентную, сохранением эквивалентности. Согласна? Да. Смотрите, что это означает. Пусть у нас Х не входит в число свободных переменных Пси. Тогда, оказывается, для импликации у нас имеют место следующие свойства. Ну вот, из Пси следует для любого Х Фи. Это эквивалентно тому, что для любого Х Пси влечет Фи. То есть я могу квантер всеобщности вынести из заключения, и при этом он не изменится. Он как был квантером всеобщности, так он и остается. Совершенно то же самое будет и для квантера существования. А вот когда я выношу квантер из посылки, это источник частой ошибки многих студентов, когда я выношу квантер из посылки, он изменится на противоположный. Смотрите, из того, что все Х обладают свойством Фи, следует, что сегодня хорошая погода. Это означает, как ни странно, что есть такой Х, что если он обладает свойством Фи, то сегодня хорошая погода. И аналогично, из того, что хоть один Х обладает свойством Фи, следует, что сегодня хорошая погода. Это означает, что для любого Х, если только он обладает свойством Фи, то сегодня хорошая погода. Понятно это? Вроде понятно. Как это можно обосновать? Ну, давайте на пальцах сначала, потом я формально докажу. Ну, например, вот это. Ну, смотрите. Вот если из того, что все Х голубые, следует, что сегодня хорошая погода. Значит, у нас наша структура не пуста. Ну, возьмем, рассмотрим вообще два случая. Пси верно или неверно. Если Пси верно, то вот эта вот импликация истина, потому что истина следует откуда угодно. Согласна? Да. Структура не пуста. Я возьму любой Х, и он у меня как раз будет таким Х, значит, для которого вот это вот будет верно. В обратную сторону. Но предположим, ну еще не в обратную, предположим, что у нас Пси ложна. Но Пси ложна – это импликация истина. Ну, а когда может импликация с ложным заключением быть истиной? Как вообще такое может быть? Когда посылка, импликация ложна. Совершенно справедливо. Когда посылка, наша импликация ложна. Но если ее посылка ложна, то получается, что существует такой Х, для которого Пси ложна. Ну, возьмем вот этот вот Х, для которого Пси ложна, и получится, что для него импликация – это истина. Импликация с ложной посылкой – истина. Понятно? Ну, можно сказать, мы разбираем два случая – Пси истина или Пси ложна. Ну да, это я поняла. А вот во втором случае, когда Пси ложна… Мы допустили, что левая часть – истина, и хотим доказать, что правая – истина. Тогда посылка для любого Х, Пси ложна. Значит, существует такой Х, для которого ложно… Не все Х обладают свойством Пси. Существует Х, который свойством Пси не обладает. Правильно? Да. Ну, для такого Х из того, что он обладает свойством Пси, что ложно, следует все, что угодно. А, то есть в этом случае получается, что левая часть у нас тоже будет ложной. Левая часть будет истины. А, то есть, что называется левой частью? Ну, Х в смысле. Пси. Ну, как… Не понял. Ну, Х, который обладает свойством Пси. Ну, смотрите. Вот, допустим, неправда, что все Х обладают свойством Пси. Тогда есть Х без свойства Пси. Правильно? Да. Для этого Ха Пси от Х влечет Пси. Истина? Ну да. Значит, существует Х, для которого Пси от Х влечет Пси. А, понятно. Другую сторону. Допустим, существует Х, для которого импликация верна. Ну, в общем, мы делаем примерно то же самое. Как нам доказать, что тогда левая часть истина? Допустим, что все Х обладают свойством Пси. Ну, если бы ее посылка была ложной, импликация была бы истина. Но, предположим, что посылка истина. Все Х обладают свойством Пси. И вместе с ним существует Х, для которого из Пси следует Пси. Возьмем этот Х. Он обладает свойством Пси. Значит, Пси тоже верно. А Пси от Ха не зависит. Оно как бы одно для всех Х. Понятно? Да. Ну, сейчас я то же самое докажу чисто формально. Это будет проще. Мне не надо будет это повторять. Смотрите. Для любого ХФИ влечет Пси. У меня импликация любая эквивалентна вот такой штуке. Отрицание посылки или утверждение заключения. Правильно? Да. А теперь смотрите. Я воспользуюсь в левом дизъюнкте, я воспользуюсь вот этим вот свойством 1А. Ну и, естественно, конгруентностью. По свойству 1А, я знаю, что вот это вот эквивалентно существует ХФИ, а существует Х не ФИ. Значит, в силу конгруентности вся дизъюнкция эквивалентна такой штуке. Согласна? Да. Так. А теперь я воспользуюсь отсюда свойством 3Г. Воспользуюсь свойством 3Г. Я воспользуюсь свойством 3Г. Получается, существует Х такой, что не ФИ или ПСИ. Согласна? Да. Так. Ну, а что это означает? Что существует Х такой, что ФИ влечет ПСИ. Ну и все. Я тоже воспользовался конгруентностью. Раз вот эта формула эквивалентна вот этой, то при навешивании существования они остаются эквивалентными. Понятно это? Понятно. Остальные надо проверять? Остальные свойствуете? Ну, вот эти А, Б, Г. Да нет. Да нет, в принципе. Понятно это? Понятно. Хорошо. Так. Ну вот мы с вами уже больше знаем. Мы знаем, что понятие общезначимости сводится к понятию эквивалентности. Формула общезначима тогда и только тогда, когда она эквивалентна тождественной истине. Можно считать, что у нас есть связка Т, тождественная истина. А можно считать, что в качестве тождественной истины выступает какая-то фиксированная формула в дизъюнкции со своим отрицанием. Это не важно. Так. Вот еще один источник общезначимых формул. Вот эти эквивалентности. Но на самом деле есть еще определенные штуки. Вот давайте зададимся таким вопросом. Представьте себе, что у нас в сигнатуре есть унарный символ П, и мы написали такую формулу. Для любого Х – П от Х. А потом такую. Для любого У – П от У. Как вы считаете, они эквивалентны или нет? Формулы разные, но логические. Ну, по идее, эквивалентны. Да. Они логически эквивалентны. Почему? Потому что первая формула утверждает, что все элементы структуры обладают свойством П. А вторая утверждает что? То же самое. Только называются там элементы структуры по-другому. Используется другая буква. Это как вот в мотоанализе. Я возьму первообразную функции синус. Я как бы ее не обозначил, что так, что так. Это будет одно и то же. Согласны? Да. При этом обратите, пожалуйста, внимание на интересную вещь. Что сама по себе П от Х, она вовсе не эквивалентна П от У. Почему? Ну, потому что если оценка Х и У оценивает по-разному, то значения этих формул могут быть разными. Давайте попытаемся объяснить, почему, например, мы можем при сохранении эквивалентности переименовать связанную переменную. Ну, это связано с достаточно неприятным разделом, который называется корректные подстановки. Можно было бы так сформулировать наше исчисление предикатов, нашу логику предикатов, что этот раздел бы исчез. Все подстановки автоматически стали бы корректными. Ну, за это пришлось бы тоже определенную цену заплатить. Это чисто такая неприятная возня, представляющая собой издержки нашего синтаксиса. Но смотрите, что я хочу сказать. Вообще понятно, что такое подстановка? Подстановка терма Т вместо всех свободных вхождений х в фи. То есть мы берем формулу фи, и все свободные вхождения х заменяем на терм Т. Это тоже будет некая такая формула. Понятно, как это происходит? Можно дать индуктивное определение. Ну, кроме подстановки формулу, кроме подстановки терма в формулу, бывает на самом деле и подстановка в терм. Тогда мы новый терм получаем. То есть взяли терм С, и все х заменили там на Т. Получается новый терм. Ну, давайте я какие-нибудь примеры приведу. Вот терм, допустим, у меня был такой. Х умножить на у, не знаю, там, плюс х, некий терм, правильно? Да. Представьте себе, что я все вхождения х заменил на новый терм. Этот терм тоже может х содержать. Например, х умножить на z. Что тогда получится? Ну, заменяем. х умножить на z умножить на y плюс х умножить на z. Согласны? Я просто сделал замену всех вхождений этого х. В формуле все то же самое, но только чуть хитрее. Но, предположим, у нас была такая формула. х, значит, равно y и для любого х, ну, там, я не знаю, p от х. Что будет, если я х все свободные вхождения х заменю здесь термом х равно z? Давайте посмотрим. Где здесь свободные вхождения? Вот только одно свободное. А то второе вхождение оно свободным не является, оно связанное. Правильно? Ну, да. Что получится? Получится х умножить на z равно y, а здесь все без изменения. Согласны? Да. Сама по себе подстановка это некая синтаксическая функция. У нее три аргумента. Она что принимает на вход? Ну, она принимает на вход терм или формулу, в которой делается подстановка. Принимает на вход подставляемый терм, то есть здесь s или fi, подставляемый терм t принимает на вход и принимает на вход переменную. И возвращает она, соответственно, тоже терм или формулу. Определение ей дается рекурсии по построению. Надо ли его воспроизводить? Или мы ограничимся интуитивным пониманием того, как работает подстановка? Давайте, может, воспроизведем? Давайте дадим аккуратное определение. Значит, рекурсия по построению. Сначала надо определить подстановку в терм. Ну, чем может быть терм? Вот мы хотим понять, что такое вот такая вот штука. Чем может быть терм? Терм может быть переменной, константой или термом, составленным из более простых, с помощью функционального символа. Согласна? Да. Допустим, это переменная, и нам повезло, это переменная x. Вот я в терм, состоящий из переменной x, вместо x подставляю t. Что получится? Ну, все то же самое, только с t вместо x. Не понял. Был терм, состоящий только из x, буква x. И там все вхождения x заменили на t. Что получилось? t. Правильно. Так, второй случай, как бы под случай. s это тоже переменная, но не такая, как x, отличающаяся от x, другая буква. Тут что будет? Ну, ничего. Ничего не изменится, будет y. Так, константа. Предположим, у нас наше s, это какая-то константа, нашей сигнатуры. Если я в константу, сделаю подстановку, что будет с этой константой? Тоже ничего не изменится. Ничего не изменится, будет c, совершенно справедливо. и, наконец, если s состоял из каких-то более простых термов, там, s1, sn, которые мы соединили функциональным символом. Я напоминаю, кругленькое равенство с кружочком означает, что выражение совпадает. Это наше внешнее равенство, чтобы отличить его от того, которое может быть в сигнатуре. Вот здесь как раз как бы используется индуктивное предположение, или, говоря в программинских терминах, рекурсивный вызов. Если я вот здесь все вхождения x поменяю на t, что это будет? Да это будет f, примененное к результатам вот таких вот подстановок. Как вам такое? Понятно. Не шокирует? Ну, в целом нет. Ну, давайте я напишу. Вот я хочу, вот у меня вот было x плюс x умножить на y. Здесь функциональный символ применен к двум термам, правильно? Ну, он между ними стоит. Ну, уже можете вообразить, что он в польской записи перед ними? В польской записи? Да. Ну, мы обсуждали польскую запись. Ну, вот так вот. Ну, мы немножко лицемерим. Как бы формально у нас все в польской записи. А на самом деле мы ее заменяем на инфиксную, на практике. Что это будет? Это будет плюс, примененный к чему? К результату подстановки t вместо x сюда и вот примененный вот результат подстановки в этот терм. Согласны? Да. Так, считаем дальше. Что это такое будет? Здесь. Здесь сразу срабатывает вот этот случай. Будет t. А тут что будет? Здесь будет умножение, примененное к чему? К результату подстановки t вместо x в x и к результату подстановки t вместо x в y. Согласны? Да. Смотрим сюда. Что здесь будет? Здесь будет t, тут будет t умножить на y. Этот y не изменится. Понятно, как это работает? Понятно. Просто такие рекурсивные вычисления. Никаких тайн здесь нет. Если бы мы вам дали задание это реализовать на удобном языке программирования, вы бы приобрели бы совершенно безошибочную интуицию работы с такими выражениями. Но, к сожалению, времени у нас на это нет, но по своей инициативе вы можете это сделать. Взятие на языке, хорошо подходящем для обработки всяких таких выражений, лучше всего язык, где есть алгебраические типы данных, типа Хаскеля, какого-нибудь теля, ML, OCaml, что такое. Вот. Значит, и теперь давайте определим результат подстановки в формулу. Что это такое? Опять мы смотрим, как может быть устроена формула. Ну, простейшая формула это формула атомарная. То есть, когда мы символ отношения применили к нескольким термам. Согласны? Давайте я S-ах назову. Эонарный символ отношения применили к нескольким термам. Правильно? Угу. Что будет результатом подстановки в такую формулу? Определение рекурсивное. Мы берем R и применяем это R к чему? Да очень просто. К результатам подстановки вот в эти вот простые подтермы. Понятно? Понятно. Так. Если наша формула была, например, конъюнкцией, ну, давайте, что Psi-Teta, конъюнкцией Psi-Teta или дизъюнкцией, или импликацией, или там отрицанием, отрицанием, любая булево-связка, поведение будет одинаковым. Значит, вот у меня была, например, конъюнкция. Я делаю подстановку сюда. Подстановка, как говорят, коммутирует с конъюнкцией. То есть результат подстановки в конъюнкцию это ничто иное, как конъюнкция результата в подстановке. Я напоминаю, результат подстановки это некая формула нашей сигнатуры. Понятно? Да. Очень просто. Ну и последний случай это квантер. Я напишу вот так абстрактно QX, но здесь, естественно, PSI. PSI. Где Q это ну либо существование, либо всеобщность. Мне все равно, поведение одинаковое. Вот тут немножко интересный момент. Смотрите. Вот квантер по какой переменной? По той же самой, вместо которой делается подстановка или по другой? Ну вот если по той же самой, если у меня была формула для любого XFI, и я вместо, ну для любого XPSI, я вместо всех свободных вхождений X в эту формулу подставляю T. Скажите, пожалуйста, а какие в этой формуле свободные вхождения X? Они там есть? Кажется, что нет. Ну я написал формула. Все X голубые. Все X равны двойке. В этой формуле есть свободные вхождения X? Нету. То есть при подстановке вместо свободных вхождений формула не меняется. Понятно? Да. А вот если у меня был квантер по какой-то другой переменной, которая отличается от X, что тогда? Но вот тогда происходит следующее. Тогда мы этот квантер ставим, оставляем снаружи, а под квантер помещаем вот такую вот формулу. Результат подстановки T вместо свободных вхождения X в X. Понятно? Да. Очень хорошо. Ну, а теперь, дав это определение, давайте посмотрим на некоторые любопытные случаи применения. Вот у меня была такая формула. Например, смотрите, для любого Y X меньше или равен чем Y. Y, да? Ну, и даже лучше так. Для любого Y меньше или равен чем X. Согласны? Да. Это формула φ. У нее есть свободные переменные? есть. Какие? X. X, правильно. Давайте я теперь сделаю вот такую вот подстановку. Я возьму и вместо X сюда подставлю Z. Что получится? Очевидно или надо формально считать? Да нет, формально не надо. А что будет? Для любого Y Y меньше или равен Z. Правильно. Так, а как вы считаете вот у нас получились такие формулы? Они, конечно, неэквивалентны, но смысл этих формул одинаков. Они выражают один и тот же предикат. Какой? Обе формулы нам говорят примерно следующее. Если меньше равно означает какой-то порядок. Обе формулы говорят, что X, соответственно Y, это соответственно Z, это что такое? Наибольший элемент в нашем упорядоченном множестве. Согласны? Который больше и равен всех элементов. А теперь смотрите, вроде бы естественно думать, что вот что бы я не подставил сюда, вот возьму я вместо X подставлю W. Тоже будет формула с точно таким же смыслом, что W наибольший элемент. Все эти формулы выражают один предикат, правильно? Да. А могу я вместо X подставить X? Ну, да. Получится исходная формула, кстати, сказать. Но она тоже, естественно, выражает тот же самый предикат. А теперь внимание. А я вот возьму и подставлю сюда как вы думаете, что? Вместо X. Чтобы что-то интересное произошло, что надо подставить? Y. Правильно. Возьму и подставлю Y. А на самом деле любой терм, содержащий Y. И тогда у меня получится вот такая вот формула. Для любого Y, Y меньше равно Y. Выражает она наш предикат? Ну, в принципе, да. Ой, Ле. Она говорит, что ее аргумент это наибольший элемент? Нет. Такая формула верна даже там, где наибольших элементов нету. Ну, да. Правильно. Она лишь говорит, что порядок наш рефлексивен. Это предложение. У него вообще нет параметров. Это предложение. Оно не говорит, что X обладает каким-то свойством. Она вообще говорит, что вся структура, она вот, все отношения рефлексивны. То есть, смотрите, смысл изменился. Понятно это? Да, понятно. Смысл изменился. И вот это изменение смысла, оно может привести к неэквивалентности чего-то. Ну, например, давайте возьмем такое предложение. Существует X такое, что для любого Y меньше равно X. То есть, что это за предложение? Это у нас просто существует X, а дальше наше Фи написано. Правильно? Вот скажите, пожалуйста, в натуральных числах, в порядке натуральных чисел, в такой структуре, это предложение истинно или нет? Есть такое натуральное число, которое больше и равно всех натуральных чисел? Нет. Нету? То есть, это ложно. Согласна? Да. Так, а теперь я возьму и сделаю подстановку, вот как я делал, вместо я X подставлю Z. И тоже замкну квантером, но по Z. Каков смысл смысл этой формулы? Ответ тот же самый, она говорит, что в нашей структуре есть наибольший элемент. Естественно, эта штука не истинна в N, она ложна, ну, просто потому, что вот эти вещи, они вообще-то эквивалентны логически. Понятно? Понятно. А теперь фокус-покус. Я возьму и вместо X подставлю Y, возьму такую штуку. Для любого Y, Y меньше или равно Y. Это предложение, и любой квантер, который я навешиваю, ничего не поменяет, он будет эффективным. Кстати, помните такое предложение? Формула без свободных переменных. содержание предложения выражает некие свойства структуры, не отдельных ее элементов, которые принимаются в виде параметров, а свойства всей структуры. Значит, вот такая вот формула. Так как этот внешний квантер фиктивен, она эквивалентна, кстати сказать, такой. Вот у нас такая формула получилась. И что я могу сказать? В структуре натуральных чисел эта формула, она ну раз это эквивалентна фи, она истина. Согласны? В натуральных числах каждое число меньше равно самого себя. Ну да. Вот. То есть получается, что я вроде бы просто переименовал связанную переменную. Здесь, кстати, не фи должно стоять, здесь вранье. Вот вранье нас привело к печальному результату. Мое вранье. Значит, здесь надо написать результат подстановки, естественно. Ну и тут аналогично. Вместо икса фи подставили у, а потом замкнули квантером. Вот эти уже формулы, они будут естественно неэквивалентны. Вы видите, она в одну формула истина в структуре, другая нет, поэтому они не могут быть эквивалентными. Понятно это? Понятно. То есть вот здесь произошло то, что называется некорректная подстановка, которая может изменить смысл нашей формулы. Вот таким немножко неожиданным путем. Некорректные подстановки нам неудобны. Мы хотели бы от них как-то отделиться. Давайте посмотрим, из-за чего возникла некорректная подстановка. У нас подставлялся Y вместо чего? Вместо какой переменной? Вот тут вот. Вместо X. Вместо X. И X оказался в области действия квантера по Y. А с другой стороны Y оказался одной из переменных нашего терма. И в результате возникла связь, которой не было. Вот тут у этого Y, у этого квантера был один раб. Одно зависимое от него вхождение переменной. И вот тут у нас структура такая же. Смотрите, у квантера один раб. Один раб у квантера. Один раб. А вот здесь вот в результате такой странной подстановки у квантера получилось два раба. А был один. У нас вот это вот на этом месте процветала свобода. Тут стояла переменная свободная. А в результате получилось что-то такое, что попало в зависимость от квантера. понятно это? Да. Вот мы хотим этого избежать. Это выражается таким уродливым понятием. У него есть формально индуктивное определение, но есть и неформальное. Мне кажется, мы можем неформальным удовольствоваться. Смотрите, говорят, но вот это надо переварить, это не сразу пойдет. говорят, что терм t свободен для переменной x в формуле φ. Это такое единое тернарное понятие, тернарный предикат. Пишут это, ну вот, например, так, t черточка x черточка φ. t свободен для переменной x формулы φ, если, а дальше внимание, сосредоточьтесь, пожалуйста, ни одно свободное вхождение х в φ не находится в области действия квантора по y при каком-либо при каком-либо y, которое встречается среди переменных термо t. Понятно? Ну, да. Смотрите, вот, давайте схематически нарисуем φ. Вот у нас φ. У нас где-то там были свободные вхождения. еще, может быть, были и несвободные, но и нам на них наплевать, они нас не интересуют. Но где-то были свободные вхождения x. мы подставляем сюда вместо x какой-то терм, где мог содержаться y. Не обязательно терм совпадал с y, но где-то там содержался y. И нам надо, чтобы на этих местах, где была свобода, свобода бы и осталась. то есть когда я сюда вместо x когда я сюда вместо x впишу мой t, вот когда я сюда вместо x впишу мой t, и сюда тоже впишу t, где есть где-то y, мне надо, чтобы не произошло вот такой вот ситуации, что вот где-то тут был, например, квантер по y, в область действия, которого этот x попадал, и соответственно произойдет вот такое вот связывание. Я хочу, чтобы этого не было. Понятно? Да, понятно. Я и говорю, ни одно свободное вхождение x в φ не находится в области действия переменной, не находится в области действия квантера по какой-либо переменной, имеющейся в t. Это можно определить индуктивно совершенно строго. Почему вот такая подстановка не является корректной? Очевидно, терм y не свободен для x вот в такой формуле. Почему? Очень просто. Потому что свободное вхождение x, оно тут одно, оно в области действия квантера по y, а y, ясное дело, содержится в нашем терме. Понятно это? свободные вот эти вот корректные подстановки, ну, синоним. Мы говорим, что определение подстановка t вместо x в фи корректно, ну, это просто значит, что t свободен для x фи, это одно и то же. Значит, корректные подстановки обладают важным семантическим свойством. Оказывается, они коммутируют с изменениями оценок. Вот это вот неприятный факт, но от которого нам никуда не деться и который нам абсолютно нужен. Лемма 3 о корректной подстановке. Это неприятно. Ну, вот так вот. Не все же здесь, значит, сахар. Лемма о корректной подстановке. Что же это за лемма такая? Она нам говорит следующее. Для любой структуры, для любой оценки, здесь они никакого специального значения не имеют, для любой формулы φ, для любых термов ТС, для любых переменных х, любой переменный х имеет место следующее. Ну, вот смотрите, вот, на самом деле подстановки в терм, они вообще все корректны. Кстати, как я обозначал подстановку? Я писал квадратные скобки, ну, сам дурак, да? Зря, потому что у нас квадратные скобки еще для значения формулы употреблялись. Ну, ничего, будем мучиться. Значит, смотрите, значение результата подстановки, значение результата подстановки при оценке пи равно, знаете, чему? Значению исходного терма, но при оценке вот такой. Мы вместо х пишем сюда значение терма т при оценке пи. То есть, давайте осознаем, что здесь написано. Вот, можно сначала в s сделать подстановку вместо х подставить t, а потом все оценить оценкой пи. А можно взять s исходный с х, но оценить его такой оценкой, где х оценивается значением терма t. Понимаете разницу? Ну, да. Вот, оказывается, все равно как сделать. сначала подставить, потом оценить, или сразу оценить, но модифицированной оценкой. Никакого влияния корректность подстановки здесь не оказывает, потому что речь идет о термах, там нет квантеров, и там, по сути дела, все подстановки корректны. А вот аналогичный случай для формул, он у нас требует этой самой корректности. если t свободен для x в φ, то значение результата подстановки t вместо x в φ, оно будет равно значению исходной формулы φ при вот такой вот оценке, где x оценивается значением термо t. Вот этот вот момент, он для нас принципиален. Мы из него сразу достанем общезначимость ряда формул. И в частности, возможность переименовывать связанные переменные. Понятно это? Понятно. то есть, корректная подстановка коммутируется оценкой. Как это запомнить? А вот так. Ну, как это доказать? На самом деле, первый и второй пункты доказываются индукции по построению. s. Первый пункт это индукция по построению s. Ну, то есть, надо прогуляться по определениям и посмотреть, что получается. Это достаточно утомительный процесс. Давайте пункт для s. Мы сделаем сейчас, коли у нас есть время, а пункт для φ мы не будем уже спешить и подробнее разберем его в следующий раз. так, нормально? Нормально. Ну, смотрите. Чем может быть s? Ну, s может быть переменной. Какой? x. Так, ну, смотрим. Значение такой вот штуки мы сделали подстановку иначе при оценке пи. Что это такое? Так, результат такой подстановки это что? x заменили на t. Ну, мы можем попробовать что будет? Ну, t при оценке пи. Отлично. Это левая часть, а правая часть. Я взял x и оценил его такой оценкой. здесь x, а здесь у меня значение t. Что будет? Ну, чем x оценится? Ну, значением t оценится все, все тип-топ, все равно. Согласна? Да. Второй случай. Ну, предположим, это какой-то y, который отличался от x. Другая буква. Так, я в y вместо x, которых и взял значение этой фигни. Что это такое будет? Подстановка что нам даст? Ничего нового. Ну, она нас там y, правильно? Значение y при оценке p. Ну, вот как оценка p оценила наш y, вот такой элемент и будет. Так, теперь зайдем с другой стороны. оценим y модифицированной оценкой. смотрите, наша оценка всюду, кроме x, совпадает с p, правильно? Ну, да. А y это не x. Значит, это то же самое, что оценка y от p. p от y. Я напоминаю, оценка это функция из переменных в элементы структуры. Нормально? Нормально. Так, чем еще мог быть наш терм? Он мог быть константой. Вот, если он оказался константой, ну, примерно то же самое, что и переменная, которая не равна x. Значит, тут получается значение константы. Но значение константы вообще не зависит от оценки, равно тому элементу, который в нашей интерпретации соответствует константе. Правильно? Да. Ну, и здесь тоже никакой зависимости от оценки просто нет. Это одно и то же. Ну, и последний пункт. Допустим, наш терм составлен из нескольких более простых с помощью функционального символа. Такс. Какое же здесь будет значение? Вот я возьму f от s1 и так далее, вот этот наш терм, и я делаю сюда подстановку t. Я знаю, что по определению подстановки это у меня будет f, а тут надо много писать. Давайте не поленимся, я напишу. Значит, тут у меня будут результаты таких подстановок. Так, 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 я квадратные скобки взялся писать, а зря. все это при оценке пи, согласны? Да. Так, что это? Ну, надо взять функцию, соответствующую символу m, и применить эту функцию ни к чему иному, как к значениям всех этих термов. При оценке пи. Так, 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 применяю, 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 сейчас мы закончим, не беспокойтесь, без паники. Применяю, применяю, применяю. Согласна? Да. Чем дальше надо воспользоваться? Смотрите, у нас получилась такая же картинка, но для более простых термов. Было для s, для сложного, а теперь вот для простого s1. Чем надо воспользоваться? Мы доказательства ведем индукции по построению. Значит, чем надо воспользоваться? Индукции по построению. Ну, не индукции, а предположением. Да, предположением индукции. Предположение говорит, что для более простых термов наше свойство верно. То есть, здесь будет значение s1, но при модифицированной оценке. Вот, при такой специальной оценке. Ну, соответственно, тут будет значение s, n, тоже при нашей специальной оценке. Так, ну, что это такое? Да, это не что иное, как значение вот такого терма, а это наш исходный терм s, между прочим, при модифицированной оценке. вот это значение нашего терма s при модифицированной оценке. Понятно? Да. Вот, таким образом я разобрал все случаи шага индукции и доказал первый пункт. Но во втором пункте там все случаи, кроме случая квантера, будут тривиальными. Ну, а случай квантера мы можем с вами разобрать в следующий раз. Закончим доказательства этой леммы о корректной подстановке. И после того, как мы достаточно помучимся с этой леммой, у нас с вами будет интересное следствие. Это все на следующий раз. Вот такое. Смотрите, вот если у меня была какая-то формула для любого х фи. И если у является свежей переменной, то есть такой, которая в фи не содержится, не свободна, не связна, то я могу этот х просто заменить на у. Но, естественно, в фи я должен переименовать х и в у. я могу переименовать таким образом переменную в свежую. Если у вас там написано было что-то для любого z существует y, там, p, z, y, x, то вы можете взять и z переименовать в w. Естественно, внутри надо сделать подстановку. Понятно? Да. А другим следствием окажется еще такой интересный результат. Если для всех x что-то верно, то это верно и для результата подстановки в фи вместо x а, t. Но если подстановка корректна, если не корректна, дубки, не получится. Если подстановка корректна. Двойственным образом, если у меня терм t обладает, если у меня то выражение, которое терм, то число, которое как бы задает терм t, удовлетворяет свойство фи, то существует x со свойством фи. Но чтобы это работало, нужна корректность. Эти важные вещи мы получим в следующий раз, закончив доказательства леммы о корректной подстановке. Есть ли какие-нибудь вопросы?